приветик мои любимые зрители сегодня я буду наконец-то делать прическу на своей новой голове и вот хочу показать что пробор такие убрался после мытья и все прекрасно высушилось так как мне надо чему я очень рада и приступим прическе делим наши волосы на зоны и нижнюю затылочную зону я накручиваю на крупную плойку 32 миллиметра просто главное немного подкрутить чтобы она ложилась волнами так как вам нужно будет в нужном направлении так подкрутили и завязываем хвостик и крепим валик я завязала хвостик и затем еще конструкции из невидимок и резинки также закрепила хвостик вверх чтобы можно было прикрепить валик и хвост не падал обратно хорошо крепим валик и начинаем наши прическу я отделяю маленькую прядочку и вот так вот ее раскладываю по валику в виде такой волны все это дело я фиксирую лаком но она не только на лаке будет держаться а и на шпильках и невидимках далее беру шпильку и вот так вот как что пою волосы вместе с валиком чтобы как бы пришить невидимкой нашу прядку к валику тогда все будет хорошо держаться и вот так вот по прядкам я раскладываю свои волны и закрываю весь валик задача волос из этого хвостика закрыть весь валик и так вот каждую крону я проштопываю шпилькой или невидимкой чем вам удобнее еще для надежности можно прядку изнутри пробрызгать лаком чтобы она и волосами приклеилась к валику главное не берите сильно мелкие прядки потому что тогда не будет видно никакой никакого рисунка жалко на темных волосах плохо все равно видно все эти рисунки но так как я узнала что там есть синтетические волосы то теперь не знаю что делать хотела ее покрасить немножко высветлить немножко чтобы было виднее на видео а теперь даже не знаю что и делать так что пока что остается вот такой вот цвет надеюсь что вам все видно и понятно подчисала макушку и также накрутила костюмом и так же накрутила костюмом и так же накрутила костюмом кончики макушку я сворачиваю вот такой вот жгутик и закалываю невидимками очень пылотно из кончиков макушки я также выкладываю такие крупные элементы на наш валик чтобы прядки у вас были гладенькие и хорошо растягивались не пушились вам нужно использовать блеск или жидкий шелк на ручки нанести проработать прядь тогда когда вы будете прочесывать и вытягивать кроны то все будет хорошо вытягиваться самое главное хорошо прочесывать то есть вы прочесали в нужном направлении и вытягиваете вашу прядку растягивайте ее сначала в одну сторону потом в другую делайте такую волну если волосы длинные то волна будет получаться больше кстати если волосы длинные и густые то вы можете сразу большую часть хвоста самого первого просто разложить на валик и закрепить ее чтобы у вас не было такой огромной дули и так работаем с височной зоны я горизонтальными проборами отделила и накрутила также на плойку и теперь формируем тоже волну формируем вот такую вот крону одну сбрызгиваем изнутри и снаружи фиксируем ее и я еще зажала зажимом пока что шпильками или невидимками не фиксирую чтобы можно было и поправить если что-то будет не так отделяю следующий ряд волос и делаю такую же волну вправо также фиксирую зажимом первый зажим можно убрать беру волосы из нашего из нашей первые кроны самый верхний и также их выкладываю такой вот таким зигзагом волной все это дело я уже выкладываю в сторону валика на сам валик чтобы закрыть его и такими большими крупными элементами и так все прядки увожу вот такой вот волной слева направо на наш валик и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы можете его фиксировать уже намертво. Я вот так фиксирую между собой кроны и каждую крону по отдельности, чтобы все хорошо держалось. Также еще приклеиваю волосы к волосам, то есть из внутренней части брызгаю напрядь и приклеиваю ее к валику. Ну вот, теперь осталось закрепить все хорошо и наша левая височная часть готова. Продолжение следует... Теперь можно смело приступать к правой части последней. Вы видите, как я накручиваю. Надеюсь, что вам все видно и понятно. Можно хорошо прогревать волосы и так по прядкам накручиваю всю нашу правую зону. Еще я бы советовала не отделять такую большую часть, если особенно густые волосы, потому что я сглупила, что так много волос отделила. И потом этот элемент был очень большой и не знаю, насколько он красиво смотрится. Не знаю, скажите мне в комментариях. В общем, во всем нужна практика. Эту прическу я делала впервые, поэтому чему-то уже научилась, каким-то своим нюансам и говорю вам. Так что лучше поменьше волос оставлять на этой зоне. Тогда элемент будет интереснее и красивее. И также я выкладываю такие же волны, только справа налево уже. То есть делаю зеркальное отражение и левую часть. Также фиксирую зажимчиками. Пока что все это держится только на лаке, чтобы можно было что-то исправить, если не понравится. И в самом конце я уже буду крепить это все хорошо невидимками. Эти волосы у лица я креплю именно невидимками, потому что там нет ни валика, ни начеса. И если крепить шпильками, то они могут выпасть. Поэтому мне надежнее невидимками крепить такие большие элементы. Я думаю, вы принцип поняли. Вот так вот по пряткам мы выкладываем такие волны друг на друга. И уводим их на валик, чтобы на валике тоже был красивый рисунок. Продолжение следует... И вот такая вот прическа, такой вот пучок у меня получился. На сегодня у меня все. Если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал и впервые смотрите, то добро пожаловать. Подписывайтесь обязательно. У меня много интересных причесок. Жду вас у себя на канале. Очень понравилось работать с этой новой головой. Будут еще видео обязательно в ближайшее время. Так что ждите. Ну, а я с вами буду прощаться. И до новых видео. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.